Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить с вами о хронической боли. Проблема хронического болевого синдрома стоит очень остро. В каждом областном центре есть или строится центр боли. Тысячи врачей пытаются помочь миллионам пациентов. Пациенты в этих центрах постоянны, как и их боль. Я ни в коем образом не пытаюсь очернить работу врачей. Я сам врач на связи с 25-летним стажем. Они делают все, что могут. Но почему такие плачевные результаты? Последние 20 лет я занимаюсь математической моделью нервной системы. И то, что я сейчас вам расскажу, это выводы данной модели. Сразу предупреждаю, что моя точка зрения сильно отличается от официальной. Поэтому мне достаточно трудно найти советников среди врачей, занимающихся этой проблемой. Особенно после того, как я им демонстрирую результаты на порядок превышающий их. Во-первых, не существует четкого понятия, что такое хроническая боль. В некоторых источниках предлагается считать хронической болью через месяц после возникновения, а другие через 6 месяцев. Во-вторых, что считать болью? Легкий зуд будет считаться болью? Или только то, что мешает функционировать? В-третьих, боль считают крайне субъективным ощущением. В-четвертых, неизвестно, как она образуется. Простите меня, профессионал, но я буду упрощать свой язык для того, чтобы меня понимали те, кому этот ролик и предназначен. Это люди, страдающие хроническим болевым синдромом. Как вообще образуется боль? Все умные книжки пишут, что за боль отвечают какие-то высокоспециализированные рецепторы, реагирующие на сильные, именно на сильные раздражители. А если посмотреть чуть дальше, тот же автор на той же странице говорит, что вероятнее всего за боль отвечают волосковые рецепторы. Но это как раз рецепторы, которые реагируют на минимальные раздражения. И эта нестыковка никогда не волнует официальную медицину. Более 100 лет назад было выдвинуто предположение о существовании центра боли. Поверьте, за это время поиски велись на полном серьезе. Но такой центр не найден. И думаете, эта идея была подвернута сомнению? Ни капли. Все физиологи продолжают говорить об этом центре как о факте. Как вы думаете, может быть болезненным свет, звук, тепло, холод, запах, вкус? Конечно, могут. А скажите, а что это за центр боли, который отвечает за все эти ощущения? Он должен занимать как минимум половину мозга. Тогда почему он не найден? Мое личное мнение, что боль это увеличение импульсации по нервному волокну. Если по волокну проходит, например, 10 импульсов, то это нормально. И мы этого даже не замечаем. Если проходит 15, то это как легкий зуд, а 30 и по всем нервам, идущим в один участок мозга, то мы испытываем болевой шок. Не надо придираться к цифрам, они взяты только для наглядности. Таким образом, не существует ни болевых рецепторов, ни болевого центра. Есть только увеличение количества электрических сигналов, протекающих по нервному волокну. Подробно я этот вопрос осветил в ролике, зачем нужны болезни. Кратко повторюсь. С рецепторов по нервному волокну импульс идет до синапса. Это место соединения между разными нервами. При нормальном количестве импульсов эта связь работает. Когда возникает участок боли, то рецепторы формируют гораздо больше сигналов. И синапс прекращает пропускать. Он играет роль реле. И импульсы не могут пройти на другое волокно. Электрический разряд в нерве увеличивается и накапливается, потому что нерв имеет свойство конденсатора. Потом происходит пробой. И заряд сбрасывается на рядом расположенные волокна. Нервы делятся на высокоэнергетические, по которым может пройти большее количество сигналов. Это соматические нервы. И низкоэнергетические, вегетативные. По вегетативным проходит в 10 раз меньше нервных импульсов. Ни один высокоэнергетический нерв, на один, это не приходится 5-6 низкоэнергетических нервов. Поэтому статистически пробой как раз происходит на низкоэнергетические нервы. Каждый из вас этот момент ощущал неоднократно. После того, как вы уколоитесь иголкой, место боли четко локализовано. Она идет по соматическим нервам. Вы четко можете указать место. Но очень быстро боль начинает расплываться, расползаться. Она занимает гораздо большее место. И вы, чтобы показать эту боль, вам уже не хватит пальца. А то и руки. Вы начинаете вот так показывать место боли. Если первичная боль продолжается достаточно долго, то место пробоя превращается сначала в электричестве. А зачем в химический синапс? И вот уже сигнал с рецептора поступает не по тому, а по другому нерву. И в другой участок мозга. И в повышенном количестве импульсов. Потому что и синапс образовался при повышенном количестве энергии. Согласны с этим? Количество сигналов, поступающих в мозг, это величина постоянно. Чтобы эту величину поддерживать, мозг по принципу обратной связи формирует в том месте, где была боль, участок постоянной импульсации повышенной. Вот, пожалуйста, и сформировался участок хронический болевой синдром. Как от него избавиться? Что предлагает официальная медицина? Прием обезболивающих. А поможет ли это? Ну, это уменьшает количество сигналов мозг. А мозгу необходимо какое-то количество для того, чтобы он работал. Телевизор не будет работать при 180 вольтах, да? А обезболивающие этот предел уменьшают. И мозг начинает искать новый способ увеличения пульсации. И, как следствие, это будет либо появление нового очага импульсации, либо привыкание к препарату. А если оба варианта невозможны, то постепенно происходит угасание организма и смерть. Значит, единственный способ излечения хронического болевого синдрома – это восстановление первичных нервных путей, первичных синапсов. Таким образом работает только физиотерапия. Мы инстинктивно пользуемся таким способом. Когда болит, что надо – потуть или погладить это место. Чтобы восстановить проводимость, нужно увеличить импульсацию, силу тока по первому нерву, воспринимающему, да? Для того, чтобы ее хватало этой энергией и на вновь и первый синапс, первичный, да? И на вновь организованные. Как только ток прошел по первичному синапсу, этот участок становится участок наименьшего сопротивления. Все, и ток пойдет туда. Смысла и смысла нет сбрасывать на вторичный. Так как первичный синапс – это признак здоровья, а новообразованные болезни – то проход по первичному синапсу будет выздоравливание. А какой из существующих методов лечения учитывает этот механизм? Никакой. Поэтому при образовании центра боли боль остается непобедимой. На основании математической модели нервной системы был предложен новый метод – аудиокатарстис. Его задача состояла в восстановлении проводимости нервных путей. Он не лечит ни одного заболевания. Он восстанавливает связь между органом и мозгом. А лечить уже начинает мозг пациента. Поэтому эффективность данного метода столь высока при различных заболеваниях. В течение нескольких сеансов пациент избавляется от болей, мучающих их годами. Подробнее о методе вы можете узнать на YouTube-канале Аудиокатарстис Кузнецова. Желаю вам физического и душевного здоровья, счастья. Ставьте лайки, комментарии. Подписывайтесь на YouTube-канал Аудиокатарстис Кузнецова.